Сегодня вы сделали не самую типичную для себя вещь. Заменили Артема Дзюбу до конца матча. С чем была связана эта замена и насколько вы, в принципе, довольны тем, что он сегодня показал? Я думаю, что типичность или нетипичность определяете вы, средства массовой информации. Есть уровень готовности игрока и те действия, которые он выполняет. Когда он выполняет их хорошо, он играет полный матч, когда он немножко подсел. В принципе, все опасные моменты были созданы с его эпизодов, когда развитие атаки шло через центрального нападающего, и из-под него вбегали наши быстрые футболисты. Поэтому он полностью оправдал себя, он объем работы выполнил, а на его место вышел более свежий Сулейманов, который еще больше добавил динамики, агрессии и скорости. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Чемпионат, еще один вопрос. Можете ли вы рассказать, как свидетель происходящего? В конце было несколько стычек, до финального свистка, после финального свистка. Что там произошло? Я думаю, что это, знаете, такой хороший накал эмоций после такого знаменательного матча. Эмоции перехлестывали одну команду и друг другу, никто не хотел уступить. Я думаю, что ничего сверхъестественного не произошло. Ребята пожмут другу руки. Мы тоже самое обменялись рукопожатиями. Поэтому, ну, немножко, так скажем, эмоции превалировали в конце, потому что хороший действительно был накал игры, накал матча. И что, собственно, и способствует такому яркому матчу при потрясающей атмосфере. Да, на прекрасном стадионе, переполненном стадионе. Поэтому здесь, я думаю, что ничего там критичного не было. Спасибо. У нас, при этом, был блиц интервью. С новым чемпионатом. У кого больше нет вопросов, Михаил Михайлович, вы не в первый раз уже играете против «Зенита», будучи не только тренером «Локомотива». Вот нынешний уровень «Зенита». Многие уже говорят, что он в этом сезоне не будет таким гегемоном, как был в предыдущем. Вот как, на ваш взгляд, реально ли играть с нынешним «Зенитом», учитывая, опять же, вы победили, «Динамо» победила. Вот как? Мы сейчас не берем результаты, победы или поражения. Мы говорим об общем уровне и говорим о том, что «Зенит» в любом случае это топ-команда с топовыми игроками, потому что высококлассные легионеры, которые ведут игру команды, которые определяют ее характер. Поэтому здесь, конечно, будет сложно, и «Зенит» набирает обороты, и в любом случае будет оставаться флагман российского футбола. А мы, в свою очередь, мы говорим о том, что у нас молодые российские ребята, которые бьются, которые растут для нашего российского футбола. И через ошибки, понятно, через определенную нестабильность, наверное, и перепады результатов, которые тоже возможны. Мы двигаемся от игры к игре. И еще раз говорю о том, что смотрим на не сегодняшний день, а на долгосрочную перспективу. Спасибо. Если кроме чемпионата еще есть вопросы. Ирина Ляхова, новости пятибургских районов. А скажите, пожалуйста, по новым правилам игроков наказывают за то, что они выбегают из технической зоны. Вот вы ждете такого наказания для своих игроков? Я думаю, что если были массовые какие-то выходы, КДК обратит на это внимание. Если какие-то эмоциональные составляющие, придираться к 2-3 сантиметрам, одна история. Если это, конечно, большое количество игроков, заслуженно получим штраф. Но это не отменит того, что та победа и положительные эмоции, которые команда получила сегодня, они в любом случае превалируют.